Бунт в Одесском СИЗО. С самого утра на территории учреждения густой черный дым. Как оказалось, несколько позже около ста заключенных забаррикадировались в знак протеста против условия содержания. Главное недовольство – это отсутствие и качество еды. Они устроили поджог, чтобы привлечь внимание общественности и СМИ. Как только пожарные его потушили, силовики долго решали – штурмовать захваченное здание или удастся убедить заключенных сдаться. Насгвардия, полиция, спецназ и спасатели. Всего несколько сотен человек. Такой внушительной армады решили усмирять бунт в 51-й колонии. Как только стало известно о ЧП, в СМИ и в соцсетях появилась противоречивая информация о якобы погибших, о жестоком подавлении бунта и его возможных причинах. Достоверно известно было лишь одно – в колонии массовые беспорядки. Понять, что же все-таки происходит за колючей проволокой, помогли видео, снятые самими заключенными. Вот так происходит, вот так мусора нас урабатывают, вот так они прибивают мужиков, вот так свозят мужиков. Вот так мы не даем, чтобы они нас свозили. Вот так они нас развозят, вот так они делают в лагере, что хотят, вот так мужики страдают. Они разбивают голову мужика, ну это что? Добавляют врага, добавляют врага, вы представляете, со своим заехал. Еще три сверху дают годы, как это так? Здесь предел делают. Позже появилось видео самого пожара. По некоторым данным оказалось, что заключенные подожгли матрасы, гасить их приехала пожарная машина. Вскоре загорелась и она. Пламя перекинулось на так называемую политическую и дежурную части. Около сотни заключенных забаррикадировались в одном из помещений. Сообщали, что произошел массовый побег, есть заложники. Вскоре подоспела информация по телефону от непосредственных участников событий. Со стороны уставов начали терпеться, они начали врываться, начали пожарные машины, выбили локалку. Начали ездить по территории зоны на пожарной машине залезнуть. Смысл внимания? От того, чтобы нам как-то избежать этого, сами заключенные вытащили этого водителя и дали ему погриви, нас встречали. Я услышал. Погриви, побегов не было, никто не убежал. Он живой этот водитель? Живой, живой, никто не убежал, все живые. Вы брали кого-то в заложники или нет? Никто не брал никого. Был ли какой-то побег? Что, что? Говорят, что был побег. Нет, побега не было. По словам заключенного, администрация избила двоих арестантов, которых забаррикадированы, отрядили на переговоры. Осужденные решили заступиться за них и в результате получили жесткий ответ от надзирателей. Захваченное здание окружено вооруженными людьми. Мы опасаемся расправы, объяснял арестант. Вот они сейчас забаррикадировались, подожгли, чтобы привлечь ваше внимание. Требований на данном этапе никаких нет, люди просто жить хотят. То есть там нет какого-то спроецированного бунта, дайте нам наркоты, дайте еще. Ничего этого нет. Люди хотят жить, и чтобы от них отстали. Вот когда-то был в Днепре на 20-ке бунт, зашел лично хозяин зоны, застрелил троих на глазах у всех, и весь бунт успокоился. Такое было в 90-х. Я думаю, сейчас 2019 год будет по-другому, дай бог. Вопросов становилось все больше, но конкретных ответов на них по-прежнему не было. В напряженной обстановке нашлось место даже для небольшого митинга активистов. Тем временем под стенами тюрьмы становилось все больше родственников заключенных, которые подтверждали, что в колонии отвратительное питание. Кроме того, руководство учреждения запретило передачи. Не разрешают туда передавать никаких нормальных продуктов. То есть запретили даже, когда передаешь передачу, мивину, лакшину и семечки. Но это я вообще, я понимаю, там сырое мясо не разрешают, яйца, да, это может испортиться. Но почему нельзя передать домашнее? Другие родственники говорят, что плохая еда – полбеды. Настоящая проблема – это система поборов. Людей заставляют платить преступникам за безопасность своих родственников в колонии. Сидят там, главнее бандюки, они там все правят. Это колония, деньги. Мы только сдаем денег туда, высылаем. Ну что сдаёте деньги? Для того, чтобы их не обижали? Да. По семь по восемь тысяч в месяц. Это будет, если не передать вот эти семь-восемь тысяч, которые вы говорите. Потом что будет? Лучше об этом не думать. Люди рассказали, что несколько дней назад вместо 450 порций на всех столы накрыли лишь на 120. Да и у тех, содержимое в тарелках, трудно было назвать едой. Среди возможных причин неповиновения, кроме питания, ещё называют прекращение нелегального наркотрафика, который якобы крышевала администрация. Я общался непосредственно с ребятами изнутри. И эта информация у меня изнутри. Ребята, спортсмены наши, которые за активный, за здоровый образ жизни, это всё переломали. Многим здесь, внутри, в лагере, не понравилась эта ситуация. Особенно первому заму. Прекращение тяжёлых наркотиков в лагере. Это повлияло, в первую очередь, на ребят изнутри, которые пострадали. Именно администрации пострадали. Почему? Потому что они прекратили поток денег. Сегодня мы же прекрасно понимаем, всему проблема – это деньги. По словам депутата, ситуация не устроила замначальника колонии Владимира Мастицкого, который, по утверждению политика, получает деньги за поставки наркотиков в тюрьму. Существует несколько версий случившегося. Бунт – ответ на повышение администрации цен за запрещенные блага, наркотики, визиты девушек, лёгкого поведения. По другой версии, начальство обещало арестантам провести так называемые учения со спецназом в ответ на недавнее нападение на своего сотрудника. Заключённые решили действовать на упреждение. Вскоре с первыми комментариями происходящего подоспели правоохранители. Ситуация полностью контролирована. Внесено до единого реєстру досудового расследования статя 392 – дезорганізація роботи установи виконання покарань. Загиблих, потерпілих серед осіб, які знаходились в указанной установе, немає. Також осіб, які втеклись под варти, такої информации тоже немає. На данный час идут перемоги з особами, які закрились в будівлі. Вслед за полицейскими свою версію случившогося озвучили в областному управлении пенитенціарной службы. Говорят, сьогодні по плану був обыск. Проводили плановий обшук, який полягав у вилученні заборонених предметів. І в зв'язку з цим серед засуджених було допущено акт непокори, тобто були допущені дії, які дезорганізують роботу установи виконання покарання. Якість їжі в установі задовільна. Буквально в п'ятницю і сьогодні зранку на раді піднімалось це питання. І працівники управління, які відповідають за даний напрямок, вони особисто виходили в установу, покарували цю їжу і доповідали керівництву, що якість їжі задовільна. Чиновниця підтвердила, що зреді пострадавших тільки 4 співпраців колонії, у них телесні повріждення. Версію з обыском підтвердила ембудсмен Людмила Денисова. Она також розповідала, що в заложниках були 6 співпраців колонії, потім їх відпустили. А вот перший замглави нацполіції Вячеслав Абройський на своїй страниці в фейсбук отметив, що за бунтом стоять вори в законі. Раскрыть все подробности ЧП правоохранители пообіщали позже, как только решиться судьба забаррикадировавшихся заключенних.